Всем привет! С вами Ольга Меликян и канал о драгоценных камнях Jim Stones. Ровно год назад на аукционе Кристи были проданы удивительные сокровища и великолепные драгоценности Махарадж и эпохи Великих Моголов. Если вам нравится узнавать о драгоценных камнях и мировых сокровищах, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик. Этот аукцион был самым большим по количеству лотов, да и общая стоимость драгоценностей в сотни миллионов долларов была самой внушительной за всю историю этого мероприятия. Именно на этом аукционе в свое время была продана легендарная коллекция драгоценностей Элизабет Тейлор. Итак, что же это за коллекция? Коллекция Альтани охватывает 500-летнюю историю, включая сокровища Королевского дома Индии. Более 400 алмазов, несколько тысяч цветных драгоценных камней, уникальная экспозиция древних мечей, кинжалов и предметов искусства. Всего за 10 лет кузену катарского эмира Альтани удалось создать одну из самых впечатляющих коллекций ювелирных изделий в мире. И именно часть этой коллекции была продана на аукционе. Эти предметы искусства и драгоценности уникальны не только с антикварной точки зрения. Если даже не брать во внимание, кому принадлежали эти неслыханные богатства, то драгоценные камни, которые инкрустированы в эти предметы искусства, сведут с ума любого гемолога и ценителя прекрасного. Давайте отправимся в этот сладостный мир торжества, искусства и красоты природы. Посмотрите вот на это украшение. Это алмазный сарпич. Сарпич – это украшение для тюрбанов с драгоценными камнями. Эта многовековая традиция не устарела и сейчас. Этот сарпич был изготовлен в 1907 году и был собственностью Королевского дома Индии. Сарпич имеет отделяемую среднюю часть и может носиться отдельно как брошь. Инкрустация выполнена бриллиантами в круглой огранке, а также огранки багет и груша. Использовано белое золото. А вот знаменитый сарпич Низама Хайдарабада. Это украшение было выполнено в начале 19 века, а вот сама шпинель датируется аж 1607 годом. Украшение принадлежало правителям индийского княжества Хайдарабад до 1948 года. Здесь использованы алмазы, природный жемчуг, очень красивые красные шпинели, золото и серебро. Стоимость этого украшения на аукционе составила более миллиона долларов. А вот украшение, которое мне очень нравится, это сапфировая брошь. Сапфировая брошь была выполнена в 1920 году для директора компании The Beers Соломона Барната Джоэля, который пришел с добытыми камнями и велел ювелиру кортье сделать что-то удивительное. Эта брошь потом была выкуплена на одном из аукционов для Альтани. Собственно, так она и попала в эту коллекцию. В 2017 году эту брошь выставляли в музее Альберта и Виктории, а годом позже в Дворцовом музее в Пекине. Ее стоимость более 15 миллионов долларов. Конечно, эта брошь уникальна прежде всего своим цейлонским сапфиром. Цейлонский сапфир в центре броши в 109,5 карат – это один из немногих в мире необлагороженных сапфиров такого веса. Вокруг инкрустированы бриллианты в круглой и ступенчатой огранке. А вот украшение с бриллиантом, которое имеет название Pink Golconda Diamond, что означает кольцо с розовым бриллиантом Голконды. Это кольцо было выполнено из черненого золота, в центре настоящее сокровище. Это розовый чистейший бриллиант копий Голконды весом 10,46 карата. Возле розового бриллианта мелкими дорожками выложены белые бриллианты, полностью утопленные в лентах этого банта. Одно из украшений, которому я не могу остаться равнодушной – это рубиновый чокер. Этот рубиновый чокер был создан для супруги Махарадж Пхупиндар Сингх из патиалы. Если помните, это был тот самый Махараджи, который заказывал у Кортье самое дорогое колье патиала в мире. Кому интересно узнать об этом подробнее, я оставляю здесь подсказку про колье патиала, а также ссылку под этим видео. И этот рубиновый чокер был изготовлен компанией Кортье в 30-е годы. Рубины в огранке кабошон, отлично подобранный жемчуг, бриллианты в старинной огранке – что еще нужно, чтобы выглядеть роскошно на индийских церемониальных приемах? А вот корсажное украшение, при виде которого начинают биться сердца все сильнее и сильнее. Это украшение было выполнено ювелирным домом Кортье для одного из низамов Хайдарабада. Более всего удивляет искусность, исполнение и высочайшее качество бриллиантов. Семь самых крупных бриллиантов весят 34 карата. При этом камни имеют кристальную чистоту, большая часть из них имеет характеристики VS1, что для бриллиантов является уникальным. Смотрится это великолепие просто ошеломительно. Одним из необычных украшений я считаю украшение для волос из этой коллекции. Это украшение было изготовлено в 19 веке, использовано золото и серебро. Невероятно тонкая работа ювелиров того времени. Использованы жемчуг, бриллианты в старинной огранке, в центре рубин в огранке кушон. Посмотрите, как искусно выполнены королевские кобры с жемчужинами на своих головах. Просто фантастика. В ближайшие пару лет Альтани планирует поместить во дворце морского министерства в Париже постоянно обновляемую экспозицию с предметами своей коллекции. Зачем же было перед этим продавать часть этой коллекции, причем такую существенную? Я думаю, что это отличный способ привлечь дополнительные средства для дальнейшего пополнения коллекции. И все-таки сокровища Махараджи и эксклюзивные предметы искусства поражают прежде всего своим мастерством. Ведь за каждым таким творением стоят выматывающие поиски на приисках уникальных драгоценных камней и сотни часов кропотливого труда неизвестных мастеров того времени. Махараджи и эксклюзивные предметы. Махараджи и эксклюзивные предметы. Махараджи и эксклюзивные предметы. Спасибо, что досмотрели до конца! Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал! Желаю вам солнечного настроения! Давайте думать о прекрасном!